Достаточно присаживайтесь, друзья. Когда Николай Иванович уверовал в Бога, в Кишиневе была одна церковь, которая не имела постоянного места богослужения. Сегодня семь церквей. И от имени семи церквей Олег Васильевич Перебековский, служитель Второй Кишиневской церкви, скажет слово. Дорогие братья, сестры! Прекрасное время мы живем. Прекрасно жить устроил Господь на земле. Он научил нас, что когда нужно делать. И мы в любых обстоятельствах имеем утешение, упование на Него, слове Его. И сегодняшний вечер, когда наши друзья, братья, сестры, ну, думаю, что больше всех ощущают разлуку с отцом. Но, знаете, когда-то в Священном Писании есть такая история за человека Божьего, так его называли, Валаам. К нему даже обращались за советом, за помощью. И вот ему принадлежат такие слова. «Умри, душа моя, смертью праведника». Я как-то пробовал так вот немножко проанализировать, чем руководствовался Валаам, что его так прельстило смерти праведников. И, да, до его жизни описана жизнь Авраама, жизнь Исаака, жизнь Иакова. Конечно, прекрасная жизнь, прекрасный переход. Сегодня я хочу путешение вам, дорогие дети, внуки, и нам всем прочитать один стих из 14 главы Откровения Иоанна. Откровение Иоанна, 14 глава, 13 стих. «И услышал я голос неба, говорящий мне, Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Знаете, я обратил внимание, дорогие, что часто или вечер памяти, или служение, прощальное, похоронное, как мы говорим еще, превращается в праздник. Как неудивительно, но когда мы выслушаем слова Божьи страниц Писания, выслушаем свидетельства, и, ну, когда-то и себя проанализируем, вот на фоне того, что мы слышим, и замечаешь, что, ну, с одной стороны, да, это разлука, разлука всегда приносит скорбь, печаль, а с другой стороны, это, я бы так сказал, восклицательный знак в жизни то ли отца, матери, брата, сестры, друга, и в этом прелесть детей Божьих, верующих в вечную жизнь. Когда вот на подобном вечере, на подобном собрании мы можем обратить внимание, как Бог чудно устроил жизнь в земле. мы прочитали отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. Ну, я так полагаю, что человеку, незнакомому со священным Писанием, незнающего Бога, для него несовместимы эти вещи, эти понятия блаженства и смерти. А Слово Божие нам говорит, что это так. И мы с вами тоже в это верим, что это так. И я думаю, вы тоже не один раз слышали свидетельство, когда человек говорит, я бы так хотел уже перейти от этой жизни. Я бы хотел умереть. Почему так пленит, так влечет смерть святых? Потому что они переходят в лучший край. смертью. Они переходят от смерти в жизнь. Жизнь, где наш Господь все во всем. Если здесь, на земле, мы с Ним, познавая Господа, часто приходим в восторг, умиляемся, нас наполняет благодарность, когда мы только веры вот так вот видим, то встреча с Господом, конечно, несравненно лучше. Мне в этом стихе, почему я выбрал его одна из причин из такое слова, и дела идут вслед за ними. знаете, это для верующих людей, для чтущих Бога, это большое утешение, это большая радость. Да, здесь на земле жизнь устроена по-другому у людей, которые, ну, может быть, и говорят о том, что верят в Бога, верят в вечность, но живут сегодняшним днем. Ну, в том плане, что сегодня, завтра, послезавтра, ну, вот жизнью здесь, на земле. Кто-то еще даже так говорит, берет жизнь, все, что можешь. Ну, это образ жизни неверующих людей. Ну, по крайней мере, я так считаю. А Слово Божие учит нас, чтобы мы отдавали. И вот в этом стихе сказано, что вот то, что сделал человек для Господа, ну, как правило, это делается для ближних, для братьев, для сестер, для церкви, иногда, может быть, для случайных людей, но делается для Господа, оно, оно идет следом. Я, Николай Иванович, трудно мне сказать, с каких пор я его помню, знаю, но остался он в памяти моей человеком, который любит Господа и любит трудиться для Господа. И, сколько я его знаю, жизнь его прошла в труде. Когда-то этот труд был невидимый, даже, больше того, конспиративный, хотя так вот внешне выглядело, ну, что здесь особенного, если домой заехал легковой автомобиль с прицепом и загрузил полный прицеп консервации. Там и овощные, там и мясные консервы. Ну, может быть, так бы и, хотя, может быть, сегодня бы спросили, а почему, зачем это? А было время, когда в семье Николая Ивановича этот труд совершался, и не только в его семье, а под с его участием и в других семьях, для того, чтобы наших друзей, которые трудились в издательстве «Христианин», обеспечить необходимым не всегда так было, что можно было в магазине купить все, что тебе нужно. Было такое время, что, когда ты берешь хлеба больше, чем одно-две буханки, и уже обращаешь на себя внимание. А зачем? Ну, было такое, что и не разрешали купить больше одной или двух буханок. Николай Иванович активно участвовал в этом служении, и многие этим трудом были утешены, ободренны. Сколько я соприкосовался с ним в служении, это проповедник был, который всегда был готов поучаствовать в слове. Я не помню такого, чтобы ему предложить, и он бы сказал, я не готов. У него всегда было слово от Господа. Братья и сестры, это блаженный человек. Это человек, которому не то, что не стыдно оглянуться, а дела, которые идут за ним, они умножают славу Господу. Ну, это так вот несколько слов о нашем братье, ушедшем в вечность. Мы с вами, он оставил добрую память жизнью своей, служением. мы вошли в труд, который совершал и Николай Иванович, в том числе, и наши братья, многие сестры. И вот я бы хотел, чтобы каждый из нас задал себе вопрос, что я оставляю после себя, какую память. какие впечатления, какое наследство. Я недавно услышал такую иллюстрацию, такой интересный пример в семье. Пропал мальчик. Родители к соседям одним, другим, третьим. Пять лет мальчику. где наш сын? Нет, во дворе. Нет, нет, переполох. Милицию вызывают, звонят в милицию, мальчик пропал, ребенок пропал, пять лет. Приезжает специалист очень быстро, говорит, успокойтесь, расскажите, пожалуйста, где вы были вчера? Ну, вчера вот у нас были, мы встречались с друзьями, вот недалеко здесь. место, лесопарковая зона, отдыхали, общались. Хорошо, поехали, поехали, покажите мне это место. Поехали несколько километров и видят малыш на своем лесопете едет в этот парк. и этот работник, работник, которого пригласили на помощь, говорит, запомните, где вчера были родители, сегодня там будут их дети. Нам надо помнить об этом. Мне приятно, что дети Николая Ивановича в служении. И я не раз об этом задумывался и другого объяснения нахожу, как вошли в труд отца, труд родителей. Я хочу как бы призвать или попросить или напомнить. Дорогие, мы живем, ожидаем встречи с господством однозначно, но сколько еще будем жить здесь, мы не знаем. Но а точно, что мы оставляем след. И что наследуют наши дети после нас, это вопрос судьбоносный. Пусть Господь благословит, чтобы добрая, благословенная жизнь наших отцов, сегодня мы вспоминаем, говорим за Николая Ивановича вдохновит каждого из нас бодрствовать жизни своей и прожить так, чтобы оставить добрый след, чтобы дети наши вошли в труд, добрый труд, которому Господь нас призвал. Пусть Господь этим будет прославлен. Аминь. Расскажу один случай из жизни. Я с Николой Ивановичем был на Курильских островах. Мы вместе были миссионерами, там трудились. Он был очень скромный. Мы жили очень трудно, время было трудное. У нас на первое, второе, третье, на завтрак, обед и ужин была рыба, 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 потому что она бесплатная, океан рядом. И я помню, я решил пожарить рыбу, ну, совсем уже вареная, сушеная. И он говорит мне, Павел, ты пожарил, это же дорого. Масло действительно было очень дорогое, растительное. Я говорю, да ничего, Николай Иванович. И он говорит такую фразу, Павел, язык такой короткий, скользнет по нему пища, какая разница, вкусная нет, лишь бы Богу послужить. Действительно он был такой, как-нибудь прожить, что-нибудь одеть, но Богу послужить. Пожалуйста, молодежь. Слышал я о стране, о святой стороне, Слово Божье о ней говори. От заболевших дадим, там не будет ласки, все новое Богу сотвори. До небесной страны, с летной стороны, полосу и земной не дойдет. Ура, шето, грамм, все доживчат, солнце нам никогда, никогда не зайдет. Треба жизни цветет, плод чудесный не все, и живая река в трам бежит. В голосах исключить, без плавы не молчи, все новое дождь сотвори. До невестной страны, светлой той стороны, полосу и земной не дойдет. Украшен добром, ждет нас все божьи в чад, солнце нам никогда, никогда, никогда не зайдет. и дождей не до жить а не до до дождь, и до Там весна не пройдет, ночь туда не пойдет, все новое душа творит. До небесной страны, светлой той стороны, волос будет земной, не дойдет. Бог крашен, Бог крашен, что нам все может чать, солнце нам никогда, никогда не сойдет. Сейчас послушаем свидетельство. Николай Дрон. Николай Васильевич служитель церкви Гурагалбина. И они очень были хорошо знакомы с Николаем Ивановичем. Я рад быть вместе с вами. Смотрю здесь лица знакомых много. Нас, можно сказать, не пригласили. Но уважение к семье Еременко нас привело на это место. И это очень хорошо. С Николаем Ивановичем я знаком с 1972 года, когда принял святое водное крещение. Здесь в Кишиневе. Ночью, где-то утром. Вместе с ним. И брат Ваня Ташка, и сестра Таня Равлова. Шестеро нас тогда приняло. Вот я тогда впервые его увидел. Он дружил с семьей Павла Черного. С братом Павлом. Видимо, он его привел. Что-то случилось. Ему в Кагуле крещение не давали. А в Кишиневе братья согласились. Дали крещение. Он или с другой местности прибыл. Или мало времени. Но на протяжении этих 82 года он показал, что он действительно был членом Церкви Христовой. Говоря о Николае Ивановиче, мне вспоминается, когда я первый раз в доме Николая Ивановича. Эту неразрывно связанную и Светлана Николаевна, которая была там. В их доме молитвенное собрание проводились. Центр юга. Центр братства. Там я многих сотрудников, и издательство христианин, и других отделов, братьев на нелегальном. Я, мальчики были маленькими, когда у них была комната левицкая. Там были такие особые богослужения, молитвы. Мы дружили с семьей. Моя жена тоже с Кагула. Поэтому многое можно сказать, но я дорожу вашим временем. Хочу сказать, что когда я принял крещение, для нас, кишиневцев, готовили подарки, альбомы. Ко мне подходит, я даже не помню кто, говорит, брат Поля, а ты не согласен? Тебя как зовут? Николай. Говорит, а здесь еще один брат Николай. В день вступления в завет с Господом, ты не хочешь подарить ему твой альбом? Я говорю, хочу. И подарили ему, а мне, чтобы меня как бы не обижать, мне подарили Библию на русском языке. А тогда было очень трудно с Библиями. И вы знаете, я благодаря Николаю Ивановичу обзавелся новой Библией. И с тех пор мы стали друзьями. Настолько близко стали, что когда я посещал один раз их дом, я работал в Кагуле одно время фотографом, и другой квартиры не было, а там останавливался. А Николай Иванович говорил, ой, эти братья неосторожны, невнимательны. А там была сестра одна, и он указывая на нее, золото это не сестра, а братья проходят мимо. Я не ради этого, но я думаю, что раз человек Божий говорит такое, может быть, действительно, это правда. И вы знаете, это правда было. Это Рая Стаучан. Она стала моей женой впоследствии, потому что действительно, я когда женился, думал, предложу той сестре, которая скажет, что я прочитала Библию. Это мое условие было для себя. Кто скажет, что я Библию прочитала с начала до конца, ну, думал, может стать моей женой. У кого как этот вопрос решается? Ну, у меня вот так решился, так как у меня уже была Библия. И это было с Библией до армии. Меня призвали в армию. Я вернулся с армии, но уже через тюрьму три года. И тогда у нас настоящая как бы дружба с Когулом, с семьей Ременко. Ну, а Николай Иванович, что могу сказать, находясь в этом доме, я вижу, что здесь тоже заслуга, можно сказать, заслуга Николая Ивановича. Брат Виталий. Такой хороший молитвный дом. Как-то непонятно было, когда они начали собираться здесь. Ну, по крайней мере, знаете, всегда, когда что-то новое, не до конца понятное. А вот я смотрю, какой резонанс здесь хороший. Очень для музыкального звучания. Мандолина без микрофона звучит. Так что многое можно сказать о служении, которое семья Ременко делала, делает. И в лице Рода, Еременко, думает, что будет делать. Ну, если остановиться на этом, просто все вещи связаны, знаете. И служение Богу. Место из Писаний, вот я в Румынской Библии интересно написано. Ну, в русском, я прочиту, битие 15-15. «Ты веи мерзе ин паче», говорит Бог Аврааму, «ты веи мерзе ин паче ла пэринтэй тэй. Веи фи ингропат дупо у бэтрэнецэ феричитэ». В русском говорится то же самое, но как бы другой оттенок. Но в итоге... Сейчас прочту. 15-15. «А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй». Ну, доброй, счастливая, блаженная, благословенная. 82 года прожить, Авраам жил чуть больше, в то время люди больше жили. Но и сегодня, 82 года, это немало. Я смотрю, мне 70 исполнилось, Олегу Васильевичу тоже. И, как сказал, мы не знаем, сколько Господь нам определит. У меня здесь есть еще друзья, которым 70 за 70. Вы знаете, вот возраст так. А Николай Иванович 82 года. Это много. И он оставил добрый след. Как братья все говорят, что он никогда не отказывал. И это очень приятно. У меня принцип такой, как служитель. Быть по возможности, когда хоронят служителей. Хоронят или провожают в небесной обители. Или сегодня вечер памяти. Это очень хороший. Сегодня можно говорить. Обычно мы боимся говорить, что добрые за наших братьев, сестер. При жизни, чтобы они не возгордились. Как будто все христиане гордые. Неправда. Я и при жизни кому-то говорю, что он на правильном пути. А сегодня уже смело можно говорить. Авраам эсхатологически, я не знаю, каким отцам он у фоста да угад. Не знаю. Но потому он стал Лону Авраамову. И это я не понимаю. Ну, по другому случаю как-то можем беседовать. Но у меня, когда есть неясные вопросы, у меня есть друзья в Израиле. Я первый раз с братом Виталиком в Израиле был. И я спрашиваю, а как это по-еврейски? Вот Лону Авраамову. Это действительно так называется? Или это выражение еврейское? Не знаю. Но мне потом объясняют. Сегодня Олег Васильевич сказал, отныне благословены, блаженны, мертвые, умирающие в Господе. Вы знаете, последняя ступень на земле счастья, блаженства, это когда мы умираем в Господе. И хорошо, когда мы оставляем наследство. Вот как Николай Иванович смотрю, проповедники есть, служители есть, служащие есть, поющие есть, играющие есть, наследство доброе. И это не только род и реминки, а для всей церкви, для всего братства. Это хороший пример. И мы вот все вместе сегодня. Я очень рад, что вы тоже с тем добрым чувством уважения к брату, который нас оставил. Он пошел или отошел, или ушел, не знаю, какое слово, но он у Господа. Вечное блаженство. Да благословит нас всех Господь, чтобы все доброе, которое мы у наших наставников предпринимаем, чтобы этим служили Господь дальше. Аминь. Сейчас прозвучит квартет, а после этого мы услышим жизненный путь, который составили дети Николая Ивановича. Субтитры создавал DimaTorzok Небо красивое, небо родное, Нежное небо и голубое. Мне хорошо, что ты, как Ильей, в трудные дни утешаешь людей. Небо для нас — это дом родной, с очень большой и мирно стремьем. Куда б не уехал, ведь все одно, Но утешение людям дало. Часто бывает, трудно идти, нас постигает горе в пути, но не ж, глядя на нас с небеса, словно глаза Иисуса Христа. Небо для нас — это дом родной, с очень большой и мирно стремьем. Куда б не уехал, ведь все одно, На утешение людям дало. Субтитры создавал DimaTorzok Многие люди живут на земле, Не замечая небо нигде. Небо красивое, небо родное, Небо для нас — это дом родной, с очень большой и мирно стремьем. Куда б не уехал, Везде оно, для утешения людям дано. Небо для нас — это дом родной, Сочи большой, и мир нас с семьей. Куда б не уехал, везде оно, для утешения людям дано. Хорошо, добрый и верный раб. Николай Иванович Еременко, 1942-2024. Смерть верного служителя мужа отца и дедушки наступила совершенно неожиданно. 27.09. Господь призвал его домой. Николай Иванович родился в ноябре 1941 года в селе Ястребинное. В то время шла война, и никакие документы не выдавались. В январе 1942-го Николая зарегистрировали и выдали свидетельство о рождении на следующую дату, 06.01.42. Когда ему было два годика, его отца Ивана, который был сапожником, забрали на войну. Оттуда он так и не вернулся. Мама Елена Тихоновна осталась вдовой и в одиночку воспитала двоих детей. У мальчика Коли была старшая сестра Нина, с которой они очень дружно жили. Один велосипед на двоих, одни сапоги на двоих. Бедно, но в любви друг к другу. В школе Николай был отличником. Всегда в первых рядах и активист. После школы поступил в училище на бухгалтера. В 1960 году его забрали в армию во Владивосток, в морфлот, на целых три года. После армии он поступил в институт города Суммы. Его туда направили как самого умного. Николай был главным электриком у себя на родине. Сначала провел свет в свою хату, потом всему селу, где жил. Светлана Николаевна, будущая жена Николая, приехала в Ястребинное по распределению. Работать стоматологом в медпункте. Когда Николай ее увидел, полюбил с первого взгляда. Свадьбу сыграли в 1966 году в доме у тети через дорогу. С юношеского возраста, воодушевляясь идеей коммунизма, Коля стал ярким, ярым, извините, комсомольцем. А спустя некоторое время, увидев ложь и обман этой идеологии, он многое пересмотрел. Собрал друзей комсомольцев и высказал партийцам всю правду. Его тут же уволили с работы. И забрав жену, Николай переехал жить в Одессу. Там они говорили людям о Боге, часто пели вдвоем при открытых окнах своего дома. Но так как они жили возле воинской части, им приказали, чтобы они через три дня уехали, чтобы их тут не было. Они переехали в Молдавию, в город Кагул. Там со временем образовалась большая дружная семья. У пары родилось пятеро детей, три сына и две дочери. По молитвам бабушки, которая постоянно молилась за него, Николай Иванович обратился к Господу в 29 лет. Атеизм сурово встретил молодого вере христианина. Когда он заявил о желании принять крещение, поместная церковь выразила ему недоверие, так как боялась каких-либо провокаций от властей. Тогда Николай Иванович поехал в Кишинев и, побеседовав с Хоревым Михайловичем, засвидетельствовал о новой жизни. Как раз в Кишиневской церкви было крещение. И таким образом он прямо там, совсем не запланировав это, заключил завет с Богом. Полюбив Спасителя всем сердцем, он ревностно трудился, угождая любимому Господу. 13 мая 1996 года Николая Ивановича рукоположили на благовестника. В доме Еременковых длительное время совершался сокровенный тайный труд издательства «Христианин». У них переплетали литературу. Много лет вместе с супругой Светланой Николай Иванович делал заготовки домашней консервации для тружеников издательства. В доме семьи Еременко укрывались служители Советских церквей, находящиеся на нелегальном положении. А супруга брата, будучи стоматологом, оказывала медицинские услуги скитальцам. Жизнь Николая Ивановича можно поделить на три периода. 19 лет он прожил в благословенном браке, всей семьей трудясь для Бога. Следующие 19 лет брат прожил один, воспитывая пятерых детей. Из-за аварии Бог допустил ему остаться без жены. Последние 19 лет Николай Иванович прожил во втором браке с сестрой Олей, посвятив свою жизнь служению церквам Долины Днестра. Николай Иванович запомнился глубоким знанием Священного Писания. Он его ценил, любил и часто цитировал наизусть. На семейных встречах он уделял большое внимание наставлениям и теме готовности к встрече с Богом. Он очень любил петь и писал невероятные стихи. Все его пятеро детей приняли Иисуса Христа. Они создали семьи и служат Богу, продолжая дело Отца. Богатое наследие осталось у Николая Ивановича. 23 внука, 9 правнуков. Еще двое скоро придут в этот мир. У Николая Ивановича с Богом были особые отношения. Из его рассказов. Он, ибо прежде переселения своего, получил он свидетельство, что угодил Богу, евреям 11 глава. Приняв крещение и посвятив свою жизнь Богу, он получил откровение о трех одинаковых поприщах в его жизни. Это откровение он расшифровал так. 19 лет с первой женой, 19 лет в одиночестве, 19 лет совместно с сестрой Олей. В августе этого года исполнилось 19 лет из последнего поприща. И он уверенно сказал родственникам, что скоро его Бог заберет к себе. Спустя месяц он встретился с тем, кому служил и встреча с которым ждал всю свою жизнь. Мы помним его как благословенного служителя Божьего, прекрасного отца, любящего мужа и невероятно заботливого дедушки, который молился поименно за всех своих родных каждый день, не забывая ни одного имени. 27 сентября оборвалась жизнь человека, которого будет не хватать сотням людей. Он навсегда останется в наших сердцах и памяти. Мы потеряли ревностного молитвенника, который искренне просил Бога за каждого из нас. Напомню, это написали дети и родные Николай Иванович. Сейчас свидетельство у нас с юга Молдавии, где Николай Иванович жил. Брат Петр Морарь, он скажет свое короткое свидетельство. Дорогие братья, сестры, молодежь, дети брата Николая Ивановича, которых я знаю со своей юности. Мне пришлось с Николаем Ивановичем познакомиться, когда мне было 17 лет. Мое становление христианской жизни именно в их доме началось. Когда я пошел первое время на работу, я искал квартиру и пошел к ним за советом. Где мне посоветуйте в Кагуле квартиру найти, чтобы я пожил во время, сколько я буду работать. И так они мне не нашли квартиру, а меня оставили у себя жить. И вот мы жили в одной комнате с братом Николаем Ивановичем, он с женой. Я в этой же комнате сплю. Еще одна сестричка спит. Мы спим вчетвером. Вот сестричка на одной стороне, я на другой. Николай Иванович головой ко мне. Я до сегодняшнего дня удивляюсь. И вот так они жили в тесноте. В этой же комнате она была самая большая. Мы там в собрании проводили. Сестра Света, жена Николая Ивановича Светлана Николаевна проводила хор. И вот я никогда не пел в хоре. И сел рядом с Николаем Ивановичем. Мы стоя даже учили. Стоим так, а он меня поправляет. Вот так не так. Вот так раз не так. И вот прошло три года. После того, как начала петь, первое пение было у нас «Что за люди пред Творцом?». Это пение было первое в моей жизни. Я в Кагуле начал петь в хору. И до сегодняшнего дня я в Тараклийской церкви пою в хору. «Были маленькие дети Женя. Едем мы на благовестие куда-то. Или же едем на посещение в Дойну сестра Светлана Николаевна. Вручить мне его сюда. На руки мы идем. Идет дождь. Мы стоим на остановке. Ждем автобуса. Поехать. Дети на руках. И мы едем вместе. Вот так я жил у них. Много они мне дали напутствия в моей юности. И вот до того, как я в армию пошел после этого, они держали со мною такое, сказать, контакт. Держали. И потом и на свадьбе подарили мне тоже такой сервиз большой. Много тарелок. До сегодняшнего дня еще есть из них. Остались целые. Вот память такая, что они могли поддержать и духовно, и материально. Вот такое становление было для меня. И потому я так озаглавил, что холодная вода для истомленной жажды и души, то добрая весть из дальней страны. Притчи 25-25. Для меня это было доброе дело. И до сегодня осталась эта память. Я это вспоминаю часто. Вспоминаю этих маленьких детей на руках у меня, которых давала мне Светлана Николаевна. Держи. Мы вместе как будто бы, вместе как будто бы, вот такое детство проводили так дальше. И такая радость была. И мне до сегодняшнего дня так, вот не верится это, что Николай Ивановичем и стало. Поэтому, дорогие друзья, приятно вспоминать добрые. Добрые, которые дали в жизнь. Которые братья и сестры, жертвуя собою, своими домами. Многое пришлось мне заниматься тоже переплетом в их доме. У них была комната левицкая. Вот в этом доме. Меня закрывали там, и я работал. Их дом был как прохожий. Там не было, что только закроешь калитку, все, она не закрывалась, калитка. Один откроет, другой закроет. Один откроет, другой закроет. Вот так было у них. Или же одни придут жить, другие уйдут. Другие заходят, одни уходят. Вот так. Все так было дружески. Так вот расположение было. Просто как-то они могли расположить к себе и давали толчок для того, чтобы и так жить. И по имени его жены Светланы Николаевны в день ее похорон у нас родилась дочь. И мы долго не знали, как назвать ее. И прямо было такое томление, тяжесть была нам. Такая тяжесть. А я шел в Таракливе пешком. Там нам 12 километров до Таракливе. И я иду пешком, уже темно. А жена говорит, как мы назовем дочь? А я говорю, знаешь, как назовем? Я иду на Спевку, вернусь и скажу тебе. Я ничего не знал. Иду на Спевку, там мне говорят. Светлана Николаевна погибла в катастрофе. И я ничего не мог сказать. Иду домой. И говорю, ты знаешь, как будет звать ее? Говорю, Светлана. Она говорит, как это Светлана? Она черная такая. А мы строились в то время. Она была синяя, когда родилась. Жена все время строит. Тяжелая работа. И ребенок аж синий был. Как она будет, Светлана Черная? Я говорю, Светлана Николаевна. Попалась. Катастрофа. И вы знаете, мы песни каких назвали ее такое имя. И вот она этим именем сегодня живет. И так же расположение имеет. И когда ее благословляли, сказали так. Дорогая Светочка, чтобы ты светила всем. И действительно, она и сегодня приводит людей к Богу. И мне это так приятно, что доброе можно распространять. Поэтому, братья и сестры, тяжело доброе сохранять. Доброе распространять. Но, возможно, и оно остается, и написано, и дела их идут вслед за ними. И вот эти дела, которые делал брат Николай Иванович, его жена Светлана Николаевна, и которые передалось их детям, с которыми моя юность так связалась. Это самое такое время, когда вот мы друг друга при встрече не можем так просто. Вот сразу вспоминается все это, то, что мы жили раньше. Да благословит Господь всех нас, чтобы мы могли так жить, чтобы передать свет Божий, который Он нам его оставил. Да благословит Господь всех нас. Аминь. Александр. Александр, внук Николая Ивановича. Поучаствуй в Светлана Псалона. Пожалуйста. Приветствую вас всех. Хочу поблагодарить каждого, что пришли на этот вечер памяти моего дедушки. Очень сложно говорить и, честно сказать, до сих пор не могу поверить, то, что дедушки больше нет, то, что мы больше с ним не увидимся на земле. Но, знаете, у меня такая есть надежда, такая радость в душе, то, что дедушки сейчас хорошо на небе. Потому что всегда он говорил, всегда подзывал меня к себе, говорит, Саша, мне нужно с тобой поговорить. И говорил, это все земное. Ты не обращай на внимание на то, что происходит в мире. Не обращай внимания на то, что у тебя происходит в жизни. Обрати свое внимание на небо. Вот поистине там ты будешь счастлив, и там все будут счастливы. Знаете, я помню дедушку очень умным и очень образованным человеком. Мне кажется, это один из тех людей, который мог сделать, в принципе, все. Я имею в виду материально. Помню, приезжали к нему летом с моими братьями двоюродными, с родным братом. И жили у него там неделю-две и ходили на рыбалку. Решили пойти на рыбалку. Заходим в гараж и говорим дедушке, а удочки где? Как мы будем ловить рыбу? Не будем же руками? Он говорит, не беспокойтесь, сейчас все будет. Пошел, сорвал какую-то ветку, натянул леску, прикрутил эту леску. И знаете, эта удочка была, мне кажется, намного даже лучше, чем магазин. Вот он умел все смастерить своими руками. У него всегда какие-то замки были другие, не магазины. Всегда он делал все своими руками. И мне он запомнился таким самостоятельным и очень умным человеком. И я очень хочу подражать ему в этом плане. И мне навсегда запомнились его слова, когда он говорил, не обращай внимания на то, что на земле, обрати свое внимание к небу. Я знаю, что дедушки сейчас намного лучше на небесах, чем на земле. И хочу спеть один псалом, и в нем такие слова. Мы вечные с тобой, мы вечные. И мы встретимся там, за речку, где не будет никаких страданий. Мы будем молодыми, будем ходить по этим улицам и будем счастливы вместе. Мы вечные с тобой, мы вечные. Мы встретимся весной, за речкой, я верю, будем так счастливы. Винцы оденут нам красивые, по улицам пройдем, и золото. И я, ах, не поймем, мы молодым. Но главное с Христом увидимся, И с близкими потом обнимемся. Мы вечные с тобой, мы вечные. Мы встретимся весной, за речкой, я верю, будем так счастливы. Винцы оденут нам красивые, Мы вечные с тобой, мы вечные. Мы вечные с тобой, мы вечные с тобой, мы вечные. Винцы оденут нам красивые Спадет с ресниц слеза последняя И заблестят глаза бессмерти С уму навек долой заплечную Мы вечные с тобой, мы вечные Мы вечные с тобой, мы вечные Мы встретимся весной за речкою Я верю, будем там счастливые Винцы оденут нам красивые Мы вечные с тобой, мы вечные Мы встретимся весной за речкою Я верю, будем там счастливые Винцы оденут нам красивые С Дальнего Востока Мы получили сообщение От брата Ивана Арнаута Он уехал миссионером на Сахалин Он был очень близкий друг Николая Ивановича Я прочитаю его Коротенькое письмо Виталий, тебе и всем твоим Родным и близким Соболезнования В связи уходом вашего отца Друга-наставника Молитвенника А моего лучшего друга Которому мог доверять абсолютно все И мог выслушать от него все Бог обильно благословил наше Совместное служение с Папой При совместном служении Бог помог образовать такие церкви Нашего братства И в таких поселках, как Тарутино, Подгорная, Бессарабка Киритлунга Бежгёс Ферапонтьевка Камрад Лёва Бешалма Кангас Кайзаклия Были такие моменты, что нас чуть не побили И многие нам угрожали Нас предавали анафеме Но мы трудились для Господа Первое собрание в моем доме Он жил в поселке Чилык Провел ваш папа, когда я только уверовал Для меня было большой радостью Когда я посещал ваш дом в Кагуле Я там получал первое наставление Евангелие Его уход для меня большая утрата Я был с ним, как за широкой спиной Не будет на земле больше этого прекрасного общения Но есть надежда, что у престола Божьего мы встретимся вновь Передай соболезнования Его помощнице, жене Благослови вас Господь и Бог И утешь вас Друг любит во всякое время И как брат явится во время несчастья Для меня ваш папа был именно таков Сейчас мы попросим родных Чтобы они тоже еще поучаствовали У них есть участие? Свидетельство Пожалуйста Мы стояли в коридоре у выхода в феврале Ты говорил, что прочитал мои книги и что молишься обо мне А еще ты сказал, что мы больше не увидимся на этой земле Но я не поверила Я стала переубеждать и говорить, что приеду еще сто раз Что ты еще увидишь, как у меня доченька родилась Но я никогда не забуду выражение твоих глаз Ты знал, что близко А теперь ты на небе И ждешь всех потомков там Вот бы ты рассказал, как там выглядят небеса Бабуле, привет Передай, что вы оба в наших сердцах Увидимся, дедушка Дедушка Коля, он был как будто бы настоящим дедушкой из книг Мы все детство проводили у него с двоюродными в Софиевке, в деревне Мы жгли костры, он нам варил кукурузу Ремонтировал наши велосипеды Он катал нас на спине Я помню его запах Наизусть помню его зеленый пиджак, темно-зеленый Нам очень сильно повезло всей нашей родне Мы осиротели без него, но мы знаем, что мы встретимся на небе Меня у дедушки всегда поражала одна черта Когда мы собирались с родственниками Мы делали это довольно-таки, наверное, часто 5-6 раз в год И всегда он подходил лично каждому внуку и спрашивал «Как ты? Как твое душевное состояние? Духовное твое состояние как?» Подходил ко мне, спрашивал «Как ты воспитываешь деток? Расскажи мне Может, тебе нужен совет? За что помолиться?» Последний год я писала для детей книги И отправляла ему Он с удовольствием их читал за час И потом всегда звонил или писал И последнее, что он мне сказал Я очень сильно удивилась Ему на тот момент было 82 года И он говорит «Ты знаешь, я час назад прочитала книгу, которую ты написала для детей Мне 82, и я взял для себя то, в чем я должен поменяться Я просто очень сильно удивилась, говорю, дедушка, в 82 Ваше духовное состояние настолько высокое И вам еще есть, что менять в своей жизни» И для меня это было очень большим примером И он мне оставил такое пожелание несколько месяцев назад «Мы дожили до времени, когда на земле уныние народов И недоумение, и море шумит, и возмутится Но ты, дорогая моя внучка Светочка Если извлечешь драгоценное из ничтожного То будешь как уста Иисуса Вдохновляй людей, быть оптимистами Развивай талант, Богом данный Да благословит тебя Господь» Дедушка для нас был целым примером духовного наставника Мы, приезжая к Нему, не могли просто слушать Он ожидал обратного Он ожидал увидеть в нас жизнь Он хотел, чтобы в нас бурлило, чтобы жизнь с Христом живая И он искал этого и ждал этого всегда Когда Теперь, когда его уже нет Все равно появляются мысли Как жить так, чтобы и сейчас Он знал, видел нас и Был доволен нашей духовной жизнью Он останется для нас примером И сейчас Было время, когда нас папа отвозил с сестрой с Кариной в школу И мы каждое утро звонили дедушке Он нам читал какие-то рассказы И бывало, что ему было плохо по утрам Он нам рассказывал истории из своей жизни И во всем прославлял Бога И для меня дедушка Был Большим примером Что при любых обстоятельствах Надо прославлять Бога Последние десять лет Мы мало виделись с дедушкой В связи с тем, что жили в другой стране Но вспоминая его жизнь Приходит на ум один текст из Библии Там такие слова, что праведник он в старости Сочи, он плодовит, свеж И живет для того, чтобы Говорить, что праведен Господь Каждый раз, когда мы с ним виделись Эти встречи были редки Но он спрашивал Как твое духовное состояние? Готов ли ты ко встрече с Богом? До конца жизни он Возвещал о том, что праведен Господь И он действительно был Сочи, плодовит и свеж Именно так я и запомню нашего дедушку Дедушка для меня запомнился как Сильный лидер, как сильный духовный наставник Как великолепный учитель Который никогда не даст тебе прямого ответа Я всегда подходил к нему, спрашивал какие-то вопросы Которые я не понимал Но дедушка никогда напрямую мне не говорил Он всегда хотел, чтобы я этот ответ раскопал сам Чтобы я чему-то научился Ведь это так просто подойти и спросить любого И получить ответ Но дедушка закладывал во мне этот интерес к Библии Чтобы я изучал, чтобы я интересовался этим Чтобы я не просто получал все от Него Но чтобы Бог открывал мне это И эта черта мне в нем очень нравилась Он всегда был готов меня выслушать И он всегда готов был мне помочь И он и помог мне вырасти в изучении Стать более мудрее, полюбить Библию Я безмерно благодарен Богу за его мудрость И за такого дедушку Дедушка Именно так я его называл Он был наставником Он так жил Последние совместные встречи, когда у нас были с родственниками Он говорил фразу, глядя мне в глаза Он говорил, меня скоро не станет Но это все хорошо Он говорит, самое главное, что Вам будет тяжело Он говорит, я переживаю за вас За всех тех, кто останется Потому что вам будет тяжелее всего Он всегда говорил про последнее время Задумываешься, когда вот не стало всех моментов, которые вы вместе пережили И вспоминая прекрасное детство, которое мы проводили в семье, которое мы проводили у дедушки на каникулах Помню то, что всегда было добрейшим То, что позволял нам очень многое Мы в Кишиневе, нам родители не разрешали там чипсы или еще что-то С дедушкой всегда, когда мы шли гулять Или на собрание, когда мы ехали Мы постоянно заезжали в магазин до собрания Брали себе любые, какие хотели Дедушка был добр За три дня до его смерти Я без приглашения заехал к нему Он стоял на улице, что-то делал по дому Когда я его увидел Он сказал, какие люди Я говорю, дедушка, я по тебе сильно скучал Я подошел, обнял его Он сказал то, что Коля, я о тебе молился Я знал, что ты не дома находился Но я на тебя постоянно молился Я его обнял и сказал, дедушка, я по тебе сильно скучал Он сказал, что в детстве мы И он рос без вот такой ласки Его никто не обнимал Я говорю, дедушка, я тебя еще раз обниму Потому что я тебя люблю Мы обнялись Вышла бабушка, заметили, и мы зашли в дом В доме он Всегда говорил О земных темах И когда он говорил, он сразу же Переключался на небесное Он Я его спрашиваю, дедушка, как твое здоровье Как ты себя чувствуешь? Он говорит, хорошо Но на небе будет лучше Он постоянно запомнился мне таким Человеком, который Постоянно в своей жизни Брал от жизни максимум Он никогда не давал себе слабину Он никогда не давал себе повод Для того, чтобы сказать, что ему плохо Он всегда и в нас это учил Дедушка Для меня великий пример Мне его уже не хватает Можно сказать, сколько можно плакать Сколько можно грустить Ему же лучше там В первый день, когда мы узнали о том, что дедушки не стали Был для меня очень тяжелый Мы сразу же приехали к нему Были слезы Вчера в Дубасарах мы много плакали Сегодня мы вновь грустим Вроде бы Повод большой для плача Но мы должны найти силы для того, чтобы порадоваться Потому что на небе ему лучше Моему второму дедушке сегодня Исполняется Сегодня у него день рождения Но его тоже нет среди нас Он на небе Вроде бы Еще одна бабушка у меня на небе У меня столько поводов для того, чтобы Радоваться Но я скучаю по ним Мне постановится роднее Ты по-другому Живешь У тебя другие ценности Ты начинаешь Дорожить близкими И дедушка Радовался бы И радуется тому, что все его внуки, все его дети в церкви Мы все служим Богу И для меня он великий пример Человек, который отдал свою жизнь для Бога И я постараюсь сделать так же Дедушка Я надеялся, этот момент будет Как можно позже У нас группа есть Где наши все потомки Я смотрю Коля Саня Марик Они там часто были Я очень сильно завидовал Этому времени Последние 10 лет у нас Расстояние большое И эти встречи, они были очень редкие Но каждый раз, когда я приезжал сюда У меня была Одна цель Постоянно Я должен был съездить К своим бабушкам И дедушкам В Кагуле И в Дубасарах Когда я еще жил тут Мы с Мариком С моим дворным братом Мы не должны были предупреждать Мы не должны были звонить, спрашивать Мы просто брали велики И ехали К нему в другую страну И он всегда был рад нас видеть Всегда И он всегда находил для нас Чем мы позанимаемся Свозит нас На речку Проведет с нами время Это ценные моменты Я очень сильно завидовал Своим двоюродным братьям Которые У которых была возможность Когда мы проснулись И прочитали Эту новость Мы с братьями сели в машину Просто такая тишина Каждый для себя осознал Что У нас пропала крыша Теперь нам надо аккуратнее ходить по земле Это каждый осознал на Таком очень серьезном уровне Дедушка за нас молился по именам каждый день И мы каждый ощущали На этом Каждый наш Шаг Каждый человек из нашей семьи Я думаю, что он согласится с этим, что Ушла крыша Огромная Ее часть Нам будет этого очень хватать Каждый раз Каждый раз, когда дедушку спросишь при встрече или во время телефонного звонка Дедушка Дедушка, как ты? Дух бодр Он говорит, я торжествую Это очень прочно Дедушка 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 И слушала И слушала твой рассказ Я запомню Молитвы За каждого Постоянно Мои победы Подъемы Слышал дедушку Бог Я запомню Напутственное доброе слово Благословлял меня, когда Выбора приходил черед Он у Бога Уже увидел то, к чему я стремлюсь Уже встретил родных, знакомых Вера героев И я знаю Пройдя сложный жизненный путь Мы торжественно встретимся у престола Я не знаю, если я смогу договорить Летом я прилетел в Кишинев Дед мне позвонил, говорит Приезжай ко мне в гости Срочно Мы поехали с Колей Сели за стол с бабушкой, с дедушкой Разговорились Я говорю деду Деду Богдана свадьба Младшего брата 7 сентября Ты летишь с нами? Я говорю, я прилечу за тобой Я тебя заберу с собой Не переживай ни за что Он говорит Садись послушай Он рассказал мне вот про вот как раз Про эти три периода своей жизни И говорит Я точно знаю, что Меня Бог заберет в сентябре Я поворачиваюсь к Коле Незаметно говорю Включи запись видео Коля включил Дедушка говорит Я не могу полететь, потому что Я не смогу вас обременять Чтобы вы доставляли мое тело обратно С России в Молдову на похороны Я очень поверил ему тогда Мы обнялись Он говорит У меня для тебя очень важное задание есть Как первородному внуку У меня есть к тебе рукопись На четырех листах Когда я умру Распечатай, пожалуйста И подари ее всем Сегодня я эту рукопись скидывал Всем И впервые заплакал Для меня дед Он Это тот, кто Остался ярким примером Мужа Божьего Ни один Библейский пример Так ярко у меня не стоит Перед глазами, как дед мой Я точно знаю, что это был Муж Божий, человек Божий Я не могу больше Папа писал стихи И каждому из своих детей И своего ребенка На день рождения Это было обязательно Рано утром Звонил папа И говорил мне Садись и записывай Я написал тебе стих Иногда это было Просто четыре строчки Но это Там было вложено Все, что он хотел сказать мне Иногда это был целый стих Там пять куплетов По-разному У меня в Библии иногда Он приезжал сам И дарил на открыточке Своим почерком У нас у всех есть его стихи И это передалось Вот Нашим детям Внукам его Можно много говорить о нашем папе Он был умный Очень Память великолепная Помнил все формулы Физики, математики Мы удивлялись, как он все это мог помнить Он нам говорил А как это не знать Это надо знать, дети Это в жизни пригодится Всегда переживал за наше духовное состояние Мы собирались всей семьей Говорили, как обычно Все наши разговоры о жизни А он, дети Последнее время Давайте я вам расскажу, что творится в мире Он всегда знал Всегда все сопоставлял с Писанием Всегда в курсе всего был Слава Господу, что у нас был такой папа Много есть что сказать Для меня лично я запомню две вещи Первая, это дедушка на улыбке И второе, как он встречал и провожал, когда мы приезжали в гости Когда мы были уже на таможне Мы ему звонили, говорили Дедушка, пять-десять минут мы будем у тебя Он всегда встречался уже на улице Стоял, махал рукой и улыбался Улыбка у него была Он не просто губами улыбался, он всем лицом улыбался Я не знаю, как вам это объяснить Но вот Когда он улыбался, у него уже лицо все сияло И когда мы уже уезжали от него Он также провожал нас на улице, махая рукой И ты уезжаешь на машине и видишь в зеркало, как дедушка машет тебе бога Пока Дедушка, для нас был огромным примером Мы постараемся быть хотя бы как он, а должны быть лучше Дедушка для меня был больше, чем просто дедушка Он был наставником, он был скорой помощью Во многих духовных вопросах Я не знаю ни одной неотвеченной молитвы Если дедушка молился, я знал, что эта молитва без ответа не останется И когда я ему звонил, я говорю, дедушка, мне нужно, чтобы ты за меня помолился Он говорит, а почему ты сам не молишься? Я говорю, я верю, что на твою молитву Бог точно ответит А он мне говорит, а что ты будешь делать, когда я умру? Я молчал, я не знал И я часто брал дедушки на какие-то рукописи Он писал стихи, тексты разные Я их складывал, у меня большой архив И сегодня я прочитал Ответ Что мы будем делать, когда он умрет? Он мне всунул листок бумаги Я не знал, что там написано А там было написано вот что А я стою у Иордана У берега земной реки Примите, дети, эстафету из тихо опустившейся руки Дед знал, что он уходит Но не знал, когда И он мне дал эту записку Для того, чтобы мы, родственники Знали, что делать, когда дед умрет Давайте не будем его подводить И продолжим ту работу На земле, которую он начал Тридцать лет назад Папа Коля стал моим Настоящим отцом Его жизнь оставила В моей жизни, в моем сердце Глубокий след Он был очень добрым Никогда я от него не слышала Грубого слова Всякий раз, когда он приезжал ко мне В нашей семье Он всегда улыбался Всегда говорил добрые слова Всегда говорил, что Я молюсь за всех вас За всех внуков Никогда никакой грубости За тридцать лет я не слышала И не видела Он для меня остался Большим примером Месяц назад Мы были у него в гостях И как-то Оказалось так, что Я была с ним в одной комнате Больше никого не было И он говорит Это последний мой год А год подходит к концу Я в это не верила Я его только спросила Папа, почему вы так говорите? Еще так уверенно говорите А он говорит У меня было откровение Мне приснился сон Ну, он долго рассказывал И уверенно сказал, что Я скоро уйду Благодарю Бога За то, что В моей жизни Встретился такой человек Как Папа Голя Я Я Я его дочка 22 года У меня язык не повернется его по-другому называть Это мой папа Это мой папа Потому что От него я получала Только любовь Только заботу Только доброту Я никогда не чувствовала Что я его невестка Настолько добрым он был И со стороны невестки Я могу сказать, что это лучший папа на свете Дай Бог Что все невестки Имели таких пап Как имела я Я благодарю Бога за то, что У моих детей Такой дедушка За то, что они Они В любом аспекте жизни Могут брать с него пример Во всем Это был Это был Была защита нашей семьи В молитвенном плане Нам настолько было хорошо Под его молитвами Мы чувствовали себя защищенными И когда я услышала, что папы больше нету Во мне что-то оборвалось Потому что у меня сразу мысль Кто будет о нас молиться Потому что в нашей семье Все было хорошо Я так считаю, что только по папины молитвам Я расскажу пример Мы были В день, когда папа умер Мы целый день были там Вечером приехали Мы были Ну в таком каком-то Напряжении И уже вечер Ложиться спать Жени нету Дети спят на втором этаже А у нас обычай так Не знаю Всегда так было Что входная дверь открыта настежь Мы никогда ее не закрывали Тем более не закрываем на ключ И ложиться спать А у меня сердце так сразу ёкает Папы нету Первый вечер без его молитвы Что мне делать? Закрыть двери? Я была в такой растерянности В таком страхе Я реально не знала, что делать Мне Бог показал, что Теперь мы должны молиться в десять, в двадцать, в сто раз больше Почему мы болелись до этого? Потому что Папы нету рядом Нет папы на их молитва нас Друзья, когда уходят люди такого возраста Обычно Ну я был на похоронах Не так много слез Почему У нас такая реакция От неожиданности Я ему звоню Пап, надо поговорить Он говорит, подожди Я остановлюсь, тебе перезвоню А что ты делаешь? Он говорит, я еду на велосипеде Вот в его возрасте Едет на велосипеде С кармана достал телефон Нажал, ответил И вот так вот неожиданно ушел Мы не ждали Хотя он и говорил, что я уйду Трудно говорить мне Двадцать лет назад Вот Неля сказала, тридцать Двадцать лет назад У меня был с ним разговор Он говорит, Жень, знаешь Я уже не смогу перезимовать Давайте соберемся Поговори Поговорите Кто меня заберет Он жил в Софиевке Он жил там один Мы уже все определились Он говорит, я вечером Ну уезжаю днем куда-то На какие-то посещения Какие-то церкви Приезжаю домой Дома вода в стаканах Замерзала Стаканы трескались Печку затопить Чтобы потом утром опять уехать Он говорит, печку топить Это надо долгое время Он утюгом грел постель свою Ложился Утром опять вставал И опять куда-то уезжал И вот он говорит, следующую зиму Я так не хочу проводить Друзья, и в нашей жизни появилась Тетя Оля Она для нас была Мы ее все называли бабушка Вот все называли ее бабушка Она для всех была бабушка Оля Прекрасный человек Она подарила вот эти 19 лет Прекрасной жизни нашему отцу Как-то отец попросил меня, чтобы я его встретил Его подвозили к Кишиневу Братья были на терраспольских номерах И не хотели, чтобы... Ну, тогда было такое время, когда терраспольские номера Приднестровские очень сильно штрафовали в Кишиневе Я хотел развернуться Молодой Мне только права получил Машина чужая И я разворачиваюсь И тут авария Я виноват Машину ударили В той машине, которая ударила меня Они ехали с базара Они купили машину Клиенты вышли Сразу говорят Все, мы эту машину не покупаем И вот две машины разбитые стоят На глазах у отца Это тяжелые времена были Он вышел Он подошел Говорит, сынок, не переживай Продадим мою машину И отремонтируешь эти две машины Вот он отдавал последние Кто-то сказал Ушла легенда У нас был Вот дети уже говорили Такой обычай Мы по утрам в школу ездили У нас было 20 минут История с дедушкой Мы звонили ему в 8 утра Так всегда Мы выезжали В 8 В 8.01 мы с дому выезжали И 20 минут Мы с ним общались Дети слушали Сначала четверо детей Потом старшие уже Перешли в другую школу Потом осталось двое детей И когда были каникулы И я не звонил ему В 8.05 он мне уже обратно звонит Я поднимаю трубку Он говорит Женя, что случилось? Я сижу возле телефона Я жду от вас звонка Я говорю Папа, каникулы Понял Через неделю Встретимся И опять он говорит У меня есть неделя Чтобы подготовиться И вот так На протяжении многих лет Мы каждый день Звонили ему Друзья Это было прекрасное время Много Историй У нас останется в памяти Наставлений От дедушки Я знал, что я забуду Что хочу сказать Когда Было Мое становление Когда я подрастал Мы жили в одном доме Мне было 15 лет Он никогда Не ложился спать Пока я не приду домой Два часа ночи Три часа ночи Лампочка горит И я захожу И отец меня всегда встречал Сынок, где ты был? И мне приходилось рассказывать Где я был И он говорит Давай помолимся Я был в таком состоянии Переходной возраст Всего хотелось попробовать Но вот эти молитвы Они приобрели Меня Для Господа Отцы Встречайте своих детей Не ложитесь спать Это хороший Добрый пример У него есть сестра Который живет Далеко от него И не было возможности Как-то общаться с ней У нее не было Телефона Вот чтобы по вайберу По ватсапу говорить И когда я ехал в Дубосары Звонил ее детям Ее внукам Они приезжали к ней Я приезжал к отцу И мы давали им Возможность поговорить Это его старшая сестра Она жива еще И она звонит Николай, как у тебя дела? Он говорит, Нина, послушай Последнее время Она говорит Да знаю, что ты сейчас Будешь проповедовать Лучше скажи Как здоровье И он говорит Последнее время И всегда он Любой разговор У него сводился К вечности И к готовности Жить свято Я очень благодарю Бога за то, что у меня такой папа был Он мне был и мамой тоже Он мне научил верить Богу Я никогда не помню, чтобы он меня упрекал или ругал Только любовь Только доброе Я так рада, что и внуки Мои дети побыли с ним И узнали его Но Хочется, чтобы этот след Никогда Не сгладился из памяти Чтобы Такими же быть Он мне был богатый, но Так старался чем-то радовать всегда У нас дома есть такие стульчики Милые Сделанные его руками Так приятно сейчас Столько доброго от него слышала, когда он звонил Очень много можно говорить Пусть Бог благословит всех нас Помнить Его И любить Бога, как Он любил Несколько слов скажу тоже Что О тех чувствах, которые переполняют и мою душу Двояких чувствах Во-первых, печаль, конечно Что мы Потеряли советника Молитвенника Сотрудника Хотя он и в Дубосарах Последнее время трудился Но на Ниве Божьей Думаю, братья все подтвердят Что всегда был на первом плане А с другой стороны Радость в том, что Присутствие Божье В жизни человека Сегодня это великое доказательство Что Это выше, чем богатство Выше, чем Авторитеты Выше, чем Любое из стихий этого мира Присутствие Божье Оно всегда доведет к победе И мы этому свидетели Пусть Господь благословит Каждого из нас Не терять его присутствие Божье Божье Пусть Господь Пусть Господь Пойдем 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 О, наш царь, наш отец Наш хранитель Он верный Лучший друг Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Где-то около четырёх тысяч жило человек. Я говорю, ну, это самый большой зал, Николай Иванович. Ладно, будем молиться. Пришёл один человек. Один. Оказывается, самый злой соперник богослужением — это хорошая погода. На островах очень много дождей, дождливые почти все дни. Говорят, 10, 15, 20 дней в году всего солнечных. И выпал солнечный день. И все проехали мимо нас на природу. Такой день может не повториться в году. И мы с ним просили, Господи, пошли бурю. И вот он благовествовать мог с утра до вечера. Молодое поколение, берите это себе на заметку. Ещё один момент. Он приходит и говорит, Павел, я на библиотеке стоял. Подошёл полковник и говорит, вы кто? Я говорю, верующий. Верующий, да вы сионисты. Евреи придумали Бога. И он как пошёл, пошёл, пошёл. Ему что-то возразить. А он как пошёл, пошёл. Потом он мне говорит, ладно, мне некогда. Я на часы 40 минут. Такой эрудированный, такой напористый. И я ему не смог возразить. Павел, и он сказал, завтра опять приду. Братья и сёстры, он уже не кушал. Он объявил пост. Завтра пост. И завтра он вышел на эту библиотеку. Я с ним не смог пойти. И он возвращается и говорит, Павел, чудеса. Что такое? Пришёл этот полковник. Я как пошёл ему. Как пошёл. Место Писания об Иисусе Христе. Его план. Как пошёл. На часы полтора часа. Полковник говорит, ладно, мне некогда. И ушёл. И он говорит, Бог дал победу. Я помню, пригласили нас в клуб сатанистов. На этом острове, где столько пьянствуют, где всего-то жителей сколько. Там, оказывается, клуб сатанистов. И я помню, я никогда с ними не встречался. Мы пришли с ним. Он Библию. И заходит и говорит, мы беседуем только на основании Слова Божьего. Ведущая женщина вся в чёрном, всё в чёрном. Встала и говорит, только не это. Если Библию, всё, наш разговор заканчивается. У нас условия. Беседуем, но только без Библии и ни одной цитаты. Вы знаете, что в ответ сказал? Николай Иванович больше своих слов не добавлял. Он говорит, написано, написано, написано. Они с криком нас выгнали оттуда. Написано. Вот это Он любил. Друзья, каково наше знание Святого Писания? Как мы скажем? Я себе говорю и вам. Он жил вот таким словом написано. Друзья, Бог пользовался этим человеком. У нас не осталось совсем времени. У нас 9 часов. Нам надо заканчивать. Мы лишь хотели сказать, все, кто попросился поучаствовать, мы вас просим. Ещё много, список большой. Похороны будут в среду в 10 часов утра. Сберегите ваше участие. И мы постараемся в среду, чтобы вы поучаствовали. А сейчас нам осталось помолиться. Мы попросим пресвитера по местной церкви, брата Александра, чтобы он прошёл вперёд и помолился. Братья и сёстры, пусть Бог через жизнь этого служителя Божьего, через жизнь этого праведника больше нам скажет. И в среду мы ещё послушаем. Брат Саша помолится. Отец Небесный, благодарим Тебя сердечно за то, что у Тебя во все времена были верные люди, которые Тебя любили, Тебе служили и свою жизнь Тебе посвящали. Господи, и жизнь Николая Ивановича для нас это пример для подражания. Благослови нас, Господи, служать Тебе, служить от всего сердца и ожидать Твоего пришествия. Господи, просим Тебя, чтобы Ты благословил и предстоящие похороны, и погоду хорошую послал, чтобы всё устроил. Во всём этом прославься Ты, Господи, Ты достоин всё, что произошло в жизни и Николая Ивановича, и его семьи. Это Ты содел. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты и нас сделал детьми своими. Помоги нам стремиться к жизни с Тобой. Тебе за всё слава, наш Бог. Аминь. Будем приветствовать друга. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok